Приветствую Вас. Давайте разберем Ваш вопрос. Меня зовут Ирина, мой сын 18, дочек 14. Я хотел быть хорошей мамой, точнее, чтобы дети чувствовали мою любовь и поддержку, чтобы не были обделены материнской любовью. Есть ощущение, что Вы решаете какую-то свою проблему. В частности, через детей пытаетесь получить любовь, которой не хватило вам. Потому что для тебя хотел быть хорошей материнской. Что такое хорошая материнская? Это некая фиксация на этом, идеализация этого и, как результат, накапливающаяся неудовлетворенность для того, чтобы себя пытаться контролировать и так далее. Чтобы мировцы не сказали, мои мамы всегда любили меня, я был любимым. А почему это важно? Откуда такая фиксация на этом? Я чувствовал, что когда родился второй рубежерок, на первом, на сне, он становился же мало времени и, возможно, желания. Тут я недавно вспомнил, что он как-то видел меня, лет 10-12 было. Я отлупил его по стене, где он был со всей силой кулака. Она потом испугалась меня, отбила ли легкие. Прошлось, на сне, на сне, на сне. Подошла к нему, спросила, тебе очень больно было. И попросила, прощала. А попросила, прощала. Не помню. Смотрите. Ваша агрессия или злость абсолютно нормальная в ситуации, когда вы взваливаете на себя слишком много и требуется от себя слишком много. Вы пытаетесь решить какую-то свою проблему для детей. Вы всегда обвините и обвиняете. Боитесь, что 1-12 было вероятно. Боитесь, что подпадает, потому что боитесь, что дети не будут как-то чувствовать вашей любви. Получается. Вот и так далее. Вот вы говорите про свои мысли. Это мысли акровидские, это мысли двойские. Это нормально. Потому что вы жертвуете супы ради детей. То есть мы видим, что вы очень обвесцениваете и не принимаете себя в гумене. Это большая проблема. Вот. Вот опять же, маме. То есть вы как будто бы всю свою личность ходите только к материнской роли. Это очень деструктивная тенденция. Это очень деструктивная тенденция. Вот. Вот у нас вот так. Вот вы пишите о том, что Страшно. Чуверенно вы знаете, Моете, не качевина, плохой мамой. А что это значит для вас? Что вы можете быть плохой мамой? Им для вас это так страшно. Вот. Вот. Дальше. Вот вы видите, что Неужели я теперь буду врагом для любимого сына? А как он тебя сейчас с вами ведет? Если отношения нормальные, почему вы будете врагом? Такое ощущение, что ваше предсознание само пытается отолгнуть ваших детей, поскольку слишком близко вы их к себе подпустили и сделали центром и смыслом своей жизни. Это является деструкцией. Вот. Так что Путь к успокоению лежит через Замечания ваших социальных ролей, кроме Родительства. Вот. И работаем с страхами, которые где-то не относятся, а также с потребностями, которые тоже где-то не относятся. Вот. То, что вы называете бешенством, не является чем-то случайным. Вот. То есть, ваши спички, взрывы, они имеют под собой основание, которое заключается в том, что вы себя очень сильно выжимаете и сделаете. Вот. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратный стресс по моему ответу. Это тоже было к вам начать отдать с собой работу. Удачи! Тихо. Тихо. Поехали! Пос szer niet так.